да давайте начинать сегодня у нас третий семинар третий семинар у нас будет по к н н и по и будет знакомство с искален с очень известной полезной библиотекой для мира машинного обучения секунду скрою надо значит смотрите тут будет у вас есть ноутбук да можете его скачать в принципе но у нас семинар будет такой что что тут видеть очень много текста такие тексты объяснение какое-то потом будет очень простой код по которому я просто пройдусь расскажу а дальше у вас будут тут задачки и в версии которую вы можете увидеть на гитхабе задачки сразу с решением я для нас удалил решение я предлагаю вам и вопросы да тоже с решением сразу и я предлагаю давайте мы лучше будем вместе проходиться думать что-то сбрасывать и потом конечно я дам правильное решение обсудим все и так будет поинтереснее чем просто проходится и сразу короче вопрос а потом сразу читать ответ конечно так по полезнее будет это я к тому что тут особо нечего вам будет повторять то есть нет особо кого-то смысла скачивать для себя ноутбук тут нигде нет дописывания кода и так далее поэтому смотреть на ваше смотрение так ну давайте сейчас я расшарю еще я сто лет разбирался как расшарить и падать чтобы что-то рисовать не в рисовал онлайн так не получилось я придумал обход или придумал что-то видно 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 не ноутбук я придумал да значит смотрите в на лекции говорили да что сейчас мы проходим обучение с учителем такой тип машинного обучения где у нас есть правильные ответы есть объекты и мы хотим научить алгоритм который будет о правильным по входным данным выдавать какие-то наши целевые таргеты которые мы хотим увидеть значит как развивается это задание у нас есть какие-то данные да вот так сейчас буду буду использовать технологии короче есть какие-то данные и из этих данных мы хотим получить обучающую выборку то есть мы хотим работать в в рамках нашего вот обучение с учителем да для этого нам нужна обучающая выборка обучающая выборка как вам сказали состоит из матрицы x это матрица объект объектов признаков как так и вам называли проще объектов признаков и вектор целевых переменных в игре на примере смотрите вроде довольно очевидно давайте пройдусь на всякий случай чтобы у всех одна картинка была в голове допустим у нас есть данные про сто человек да сто человек человек сто человек и про каждого из них четыре признака четыре признака то есть это все можно представить как какую-то матрицу пускай будет а да у которой размерность будет 100 на 4 это вот так вот записывать да математически какой-то реально реальная матрица то есть реальных чисел размерности 100 на 4 потому что 100 строк 4 столбца да и тогда будет выглядеть как четыре признака пускай простые там пол пол возраст возраст рост и вес все вот такие четыре признака и у нас тут сто значений это вот в пандасе мы в прошлый раз смотрели можно себе вот так вот представлять и да и тогда мы хотим выделить две матрицы два объекта да объекты x объекты y которые будут тренировать то есть наши матрицы объекты признаки и целевой и целевой переменной если мы хотим предсказывать вес человека по каким-то другим его характеристикам то тогда мы как бы берем выделяем вот этот вот эту часть в обучающую выборку то есть вот это будет наш x ну не в обучающую рука в матрицу вот объект значения да это будет наш x и x тогда будет принадлежать ой сложно и x тогда будут размерность будет размерность уже сто на три да и у нас будет какой-то игрек который мы хотим предсказывать игреков у нас по одному на каждую строчку нашего признака то есть у нас строчка это человек одна строчка это один человек должно быть понятно соответственно для каждого из людей у нас есть какой-то истинный вес который мы хотим научиться предсказывать и тогда у нас игрек будет просто самый кривой игрек в жизни моей игрек будет просто размерности 100 я рассчитываю что что полезно это представлять в голове там потом когда мы сами будем писать свои алгоритмы иногда возникают путаницы вот и решая задача машинного обучения мы хотим найти такую функцию которая будет брать в качестве входа какого-то входного значения вот строчку из x то есть строчка из x это человек да таким образом хотим найти функцию которая возьмет человека и выдавать будет нам какое-то значение игрек то есть просто число и вот получив такую функцию мы как бы подразумеваем что если она на наших тренировочных данных вот на вот этих да если она показывает какие-то разумные значения то есть предсказывает хорошо вот этим входным данным вот такие таргеты то мы как бы предполагаем что окей тогда на людях которых она не видела которых нету вот здесь которые там 101 102 110 человек будет то и на них тоже получится хорошее предсказание просто и вот это то что называется алгоритмом а x правильно то есть обучающий вырубок xy потом алгоритм а x заходит какой-то в качестве входа новый объект x в нашем случае этот объект x будет просто каким-то каким-то вектором да то есть x например может быть такой что что там был пол возраст рост пол бинарно закодируем пол возраст и там рост пускай средний какой-то вот и тогда таргет это вот какой-то x1 да тогда таргет будет там я не знаю какой вес пускай будет 75 например да вот и мы хотим алгоритм который принимая вот это выдаст вот это чтобы было понятно что такое алгоритм не путайтесь алгоритм это просто какая-то функция то есть какая-то функция от x такая чтобы у нее ее выход был примерно равен и греку вот что мы хотим получить и вот этим а x может быть все что угодно то есть а x может быть все что угодно что зависит от трех значения да это может быть что-то формата там x 1 1 x 1 1 это вот это то есть у нас есть x 1 x 1 1 это первый элемент да вот это вектор там плюс 3 x 2 я не знаю минус x 3 разделить на 56 короче все что угодно понятно и в таком случае если мы подаем вот это вот это значение вот в эту нашу функцию мы получим там какое-то игрек то есть какое-то число она нам выдights и понятно что у нас есть бесконечное но можете представить наши у нас есть бесконечное количество tax а которые бесконечные количество функций от трех переменных да мы можем складывать эти перемены мы можем их перемножать, взводить в степени, делать с ними все, что угодно, и поэтому их бесконечное количество. И то, какого вида мы подразумеваем вот эту функцию, и определяет нашу модель. Потом вы будете, у нас и сейчас будет пример с линейной регрессией, она очень поверхностная, и потом вы будете слышать линейные регрессии, какие-то другие модели. И вот линейный регресс – это модель, которая подразумевает вот такой, так называемый, линейный вид. Ну, короче, я сильно углубляться не буду, но суть всего, что я сейчас рассказывал, в том, что AX – это просто какая-то функция какого-то вида, и когда мы обучим, что такое обучение дальше у вас тоже будет, и когда мы обучим по вот нашим данным, мы подразумеваем, что найдем хорошую такую функцию, то есть у нас будет хорошее предсказание. Вот, пока, ну, понятно, есть какие-то вопросы тут? Окей. Видимо, вопросов нет. Тогда давайте продолжим по ноутбуку. Значит, смотрите. Да, вот это все, что я вам, в принципе, кажется, что я вам рассказывал. Такая задача машинного обучения, что необходимо найти, нашли. Да, давайте, какие типы признаков помните? Какие-то типы признаков? Какие типы признаков помните? Жду ответы. в чаты, куда угодно. Вы про бинарные, вещественные, да? Да, да, бинарные, вещественные. Какие-то еще есть? Категориальные, числовые, бинарные. Ну, да. Да. Ну, категориальные еще бывают порядковые, да? Например, когда у нас бывают категории, какие-то форматы, там, Москва, Питер, Нижний Новгород, это будет категория, да? Но есть еще порядковые. То есть, допустим, какая-то должность. И тогда там тоже будут числа или слова, но они подразумевают какую-то иерархию. Вот, это нужно помнить. Такое тоже бывает. И они будут по-разному кодироваться, и сегодня это посмотрим. Виды задач машинного обучения, да, вы знаете, регрессия, пассивикация. Да, функционал качества. Это что такое, для чего он нужен? Можете, пожалуйста, написать, рассказать. Интересно, запомнилось вам или нет. Функционал качества. Что это из себя представляет, зачем использует? Доля ошибки верного ответа алгоритма. Нет, не совсем. Сейчас. А вам проводили разницу? Между функционалом качества и метрикой. Вам как-то объясняли это как две разные вещи? Понятно, сколько наша моделька точно предсказывает значение. Метрика для одного ответа? Нет. Ну, хорошо, да. В общем-то, как средняя ошибка. Ну, хорошо, ладно. Если вы пока не говорили, то того ответа, который вы дали, что это что-то, что позволяет понять, насколько хорошо наша модель работает, то этот ответ принимается. Да, действительно, такой ответ. Как будет так пока что. Хорошо, понятно, давайте, значит, с этим разобрались. Здесь примерно у вас должно быть теперь понимание, что такое задача машинного обучения с учителем, что мы хотим получить и что мы имеем. Давайте теперь познакомимся с библиотекой с этой прекрасной нашей scikit-learn или sk-learn. Отличная, сокращенно, отличная библиотека. Позволяет работать обучатором машинного обучения, не зная, как работают все алгоритмы. То есть, без точного понимания, в принципе, можно пользоваться библиотекой и прекрасно делать какие-то предсказания по каким-то данным. Значит, очень в этой библиотеке реализовано, по-моему, все, что мы будем проходить в этом семестре. Умные люди записали, оптимизировали и предоставили нам очень удобный интерфейс. Значит, это любой ваш алгоритм, вот, например, здесь линейная регрессия, любой ваш алгоритм в эскалерне будет всегда представляться каким-то классом, классом, называемый этим алгоритмом. В инициализацию будут передаваться какие-то параметры, например, у нас есть линейная регрессия и есть коэффициент регуляризации, вы потом пройдете, что это такое. Но это что-то, так коротко скажем, это какой-то дополнительный параметр, который будет регуляризировать вашу модель, то есть делать так, чтобы она не переобучалась, то есть как-то следить за ее переобучением. И вот у нас есть какая-то модель линейной регрессии, и всегда к любому алгоритму в эскалерне будет следующий интерфейс. Будет функция fit и будет функция predict. Функция fit – это функция обучения. Для нее нам нужно, чаще всего понадобится только x-train, это то, что я вам выделял в матрице, x, матрица объектов и их признаков. Y-train – это будет вектор какой-то целевых переменных для целевых значений для каждого нашего объекта. И все, и что-то внутри будет происходить. Короче, какое-то обучение. Для каждого алгоритма оно специфичное. Для KNN вы сегодня проходили обучение – это просто запомнить всю обучающую выборку. Для линейной регрессии и для большинства других алгоритмов это будет какая-то задача минимизации функционала ошибки. Но неважно. Все, что вам нужно знать, опять же, даже понимать ничего не надо. Fit засовывает x, y, и он там делает все обучение. После этого у вас вот этот класс будет уже обученный, и хотелось бы делать предсказание. Для этого есть функция predict, в которую вы просто передаете ваши тестовые значения. И у тестовых значений мы не знаем никакой целевой переменной, мы как раз ее и хотим получить. И если вы сюда передадите x-тест размерности N на количество признаков, то в качестве ответа вам придет MPRA размера количества объектов. То есть для каждого объекта по предсказанному значению. Вот, например, у вас есть импорта какого-то из эскалерных данных. Теперь давайте разберемся с предобработкой данных. Что-то вам должны были говорить про виды. Да. Можно еще раз пояснить, что каждый из этих функций делает? Смотрите, значит, есть... Сейчас, секунду, я себе просто чат тут открыл. Вы видите чат в зуме или у вас не загораживается ничего, только ноутбук видим? Мы только ноутбук видим. Отлично, спасибо. Да, смотрите, значит, просто у вас есть модель машинного обучения, да? Что мы хотим делать с моделью машинного обучения и что мы потенциально можем с ней делать? Мы можем ее обучить и мы можем сделать с помощью нее предсказание, да? Два основных действия наших с моделью машинного обучения. Все, два основных действия, две основные функции. Функция fit как-то внутри будет делать предсказание. Тут на самом деле вот этот self-file вам пока что не нужен. Тут неважно, какая это реализация, обучение. Fit – это обучение. Обучение модели. И интерфейс, с которым работаете вы, он будет максимально простой. То есть вы создаете объект какой-то, да, в вашей модели, pin-регрессор, передаете туда коэффициент какой-то, не важно, что этот коэффициент значит, пока что вы не знаете, вам и не нужно. Тут могло бы не быть коэффициента. Потом у нас есть какой-то x-train, есть какой-то y-train, да? Какие-то, давайте я сейчас не буду придумывать данные. И тогда теперь хотим обучить, обучаем модель. И обучение модели будет выглядеть следующим образом. Будет выглядеть как lin-reg, точка, fit, передаете сначала, ой, передаете сначала x-train, потом y-train, и уже в зависимости от того, какой у вас алгоритм, линейная регрессия, там, случайный леос, бустинги какие-то, да, у вас fit будет реализован по-разному. То есть тут разный код будет, который делает вам обучение. Но суть для вас, как для пока что верхнеуровневых пользователей скалерно, не меняется. У вас есть функция fit, которая ждет train и стилевые перемены для вот этих train. Все, вы делаете fit, и теперь у вас вот этот же lin-reg ваш, автоматически он теперь обученный. То есть там теперь есть вот эта функция, которая делает предсказание. И для того, чтобы сделать предсказание, делайте предсказание. Предсказание. Вы делаете, вы используете функцию predict. И передаете туда какой-то x-test. Где x-test – это какие-то объекты, которые не пересекаются с x-train. Это какие-то желательно, да, потому что иначе это глупо. Мы обучались на x-train, и зачем нам видеть предсказание на x-train? Не очень логичное действие, поэтому x-test – это что-то, это какие-то люди, вот в моем примере про людей предсказания их веса – это какие-то люди, которых не было в изначальной матрице. Какие-то новые, для которых мы действительно хотим делать предсказания и прям предсказывать их вес. Потому что на x-train и y-train мы ничего не предсказывали, мы знали правильный ответ. Все, predict берет новые элементы и делает для них предсказания цветовой выборки. Fit тренирует. Это пока что все, что хотелось вам рассказать. Вот это, вот это. А вот там, где мы пишем линрег, fit, x-train, y-train, он как работает? То есть мы ему предлагаем какую-то тренировку, и он автоматически это как-то себе в памяти сохраняет, да? Если вы захотите реализовать какой-то свой алгоритм, вам действительно придется написать свой fit, написать свой predict, зависит от того, какой алгоритм вы хотите. У них разная процедура тренировки и предсказания, обучение предсказания. Но в линейном регрессоре, в эскалерне уже есть линейные регрессоры, все, что мы будем пределить, есть готовое в эскалерне. И для любого алгоритма у вас интерфейс взаимодействия с ним один и тот же. Ваш интерфейс — это fit, а как там происходит обучение, это за вас написано. Вы хотите обучить, вы делаете fit. Хотите сделать предсказания, вы делаете predict. Но если вы хотите свой алгоритм, который у меня в эскалерне, то да, вам действительно придется реализовать функцию fit, и делать функцию predict. И вот там, где мы приравним, мы с вами reg.qf 10. Почему 10? Что это? Нет, нет, я говорил, что вы пока не проходили линейную регрессию. В линейной регрессии, как один из элементов, есть коэффициент регуляризации. Это то, что вы видите здесь. Мы здесь показываем пример линейной регрессии, вот коэффициент регуляризации. Это какой-то коэффициент, который регулирует обучение, позволяет модели не переобучаться. Как это работает и почему, и почему 10 — это вне этого рассказа. Вообще на этом никакого акцента нет. Представь, что у нас модель без вот этого параметра. Хорошо, спасибо. Когда мы проходили линейную регрессию, конечно, все подробнее расскажем, объясним, что за коэффициент регуляризации, почему они помогают. Пока что цель вот этого абзаца была показать, что какую бы модель вы не хотели обучить и использовать, у вас интерфейс — это fit, predict. И это все, что нужно отсюда вынести. Никаких более глубинных знаний здесь пока что нет. Вот. Короче, да, это все по вот этому блоку. А теперь давайте посмотрим на какую-то предобработку данных. Или есть еще вопросы какие-то? Есть? WhiteRain — это просто значения, ну, типа, целевые, которые мы ищем. Да. Это не в которой мы ищем, а в которой у нас есть уже значения целевые. Ну да, по которым она будет учиться, я понял. Спасибо. Да. То есть X-Train — это 100 людей. Если мы предсказываем их вес, то Y-Train — это 100 значений весов. А можно вопрос скорее по лекции, но связанным немножко с этим? Да, можно. Вот объясняли кросс-валидацию у нас, когда типа мы меняем, ну, то есть у нас есть тестовая, да, и обучающая выборка, и мы их меняем местами. Но вот когда мы ищем там среднюю ошибку, и вот поэтому считаем, типа насколько в среднем модель ошибается. Но когда мы их меняем местами, у нас же как бы по сути модель другая строится, если мы поменяли обучающую выборку. Да. Ну, то есть мы именно модели по ошибке сравниваем, да, которые мы получили такой перестановкой. Мы как будто пытаемся получить какое-то среднее... Короче, как будто мы хотим получить какой-то показатель, да, насколько вообще хорошую модель мы можем получить. Потому что, смотрите, если... Есть кто-то, кто не очень еще, короче, не до конца понял, что такое кросс-валидация, потому что нам только сегодня рассказывали, нормально будет. Я могу пройтись, или я могу сразу дальше рассказать свою идею, что ответить на вопрос. Напишите там плюс, кто хочет услышать еще раз про кросс-валидацию. Все, давайте тогда. Сейчас я посмотрю, сколько у нас семинаров. Да, хорошо, понятно. Смотрите, про кросс-валидацию. Значит, я сейчас опять буду делать свою прекрасную шеринг. Анна, видно цетрадку? Да, видно. Хорошо. Смотрите, значит, у нас есть... А, или, подождите, дайте вообще... Ладно, нет, давайте, я уже начал. Ничего, хотел в лекцию посмотреть, потому что за вас там нарисовано уже все, но не важно. Смотрите, значит, у нас есть какое-то количество значений, да. Пускай будет x1. Тут будет x2 какой-то, да. И вот эту часть мы используем для того, чтобы обучать модель. Это наш датасет просто. А вот эту часть мы используем для того, чтобы предсказывать. Для того, чтобы замерить, насколько хороши наши предсказания. Точнее, вообще, чтобы никого не путать никакими x1 и x2. Давайте, прям как в ноутбук xTrain. xValidation, это называется validation set. Да, это самый примитивный, самый прямолинейный подход. Натренировать на вот этой части и замерить качество на вот этой. То есть мы как бы говорим, что у нас... Мы как бы делаем, не показываем нашей модели вот эту часть объектов с ее правильными ответами, чтобы потом посмотреть, насколько она хорошо себя показывает на чем-то, чего она не видела. Мы вот это ей все покажем, найдем вот эту функцию, которую мы ищем, вот эту, которая... Ну, вот я вам рассказывал, да, вот эту функцию, вот этот алгоритм A от X, который был у вас. Вот здесь получим нашу функцию. А чтобы симитировать новые объекты, мы возьмем что-то из нашей выборки, из наших данных, для чего мы знаем правильные ответы, но не показывали во время обучения. Для модели это будут новые объекты. То есть она их действительно никогда не видела. Она выдаст какие-то свои предсказания там, и предсказания, вот пускай они будут Y штрих, да? И мы можем уже сравнивать Y штрих и Y валидационные. У вас какие-то метрики были? Скажите голосом, пожалуйста, чат так не показывается у меня. Да, были метрики. Были какие-то метрики. Можем посчитать, например, accuracy у вас была метрика наверняка, да? Метрика, которая доля правильных ответов. И все. И мы вот между вот этих, из этих двух можем посчитать, можем посчитать и accuracy. Сейчас. Где вот это предсказание. Вот, это самый прямолинейный подход. Но какой минус у этого подхода? Минус в том, что вы, когда обучаетесь на вот этой части, представьте, что у нас вот предсказание, опять же, вот этого веса, да? И вот это, кстати, есть мужчины и девушки. Считается, что, короче, у них должно быть разное распределение, да? То есть по-разному. Поэтому нам бы хотелось, чтобы у нас в трейне были и мужчины, и девушки. Если так получится, например, что мы во время трейна видели только мужчин и обучались только на телосложении мужчин, то тогда, предсказывая вот здесь валидации вес или рост девушек, мы будем сильно ошибаться. Потому что у нас, ну, модель никогда не видела такой тип телосложения. Такого никогда не было просто. Модель этого не видела. И поэтому мы получим какую-то низкую оценку. И тогда у нас оценка будет сильно занижена. А теперь представьте, что мы возьмем, например, в качестве валидации не вот эту часть, а возьмем какую-то еще, еще какую-то, вот эту, например. Вот эту часть возьмем в качестве валидации. Вот это теперь будет наша валидация. Блин, это грязно получается. Но мне кажется, вы поймете. А вот это все еще будет нашим трейном. Так, ладно, давайте перечислим, нормально. Вот здесь посерединке возьмем какие-то валидационные данные. А все, что сверху и снизу, возьмем в трейн. И тогда вы можете представить, что если у нас вдруг, вдруг так получилось, что вот здесь были только мужчины, то мы как бы вот здесь, еще отсюда в нашу трейн-выборку попадут еще и женщины. Очень глупый пример с мужчиной и женщиной. Я постараюсь, честно, придумать что-то умнее и сложнее, но пока что давайте так, сходу. И тогда теперь, обучившись вот здесь, обучившись вот на вот этой части, на вот этой и предсказывая вот это в качестве чего-то, что мы не видели, мы получим уже другую оценку, другую accuracy совсем. И таким образом, вот так вот, сделав несколько таких кросс-валидаций, мы усредним эти значения ошибок и получим что-то более приближенное к реальной оценке нашей модели. То есть мы что-то получим более правильное, потому что в конце концов, когда мы будем обучать нашу модель и отправлять ее в какой-то потенциальный продакшн, делать какие-то реальные предсказания, а не просто в учебном кейсе, то мы захотим использовать все наши данные. То есть обучаться мы будем уже на всем этом. А кросс-валидация нужна просто для того, чтобы какую-то более приземленную и репрезентативную оценку получить. То есть мы оцениваем, типа, в среднем, вот мы выбрали какой-то класс моделей, и насколько вот они в среднем ошибаются, если мы этим классом модели будем действовать. Да. То есть мы как бы берем и такие, вот у нас есть вот эти данные, и давайте все потенциальные там сочетания трейнов и тестов сделаем и посмотрим, как она ведет. Потому что представьте себе, что даже если вот этот простой пример с мужчиной и женщиной, просто представьте, что у вас в трейн, вы же случайно выбираете вот эту часть, вы же выбираете ее случайно. У вас же сюда могло попасть что-то, чего модель никогда не видела во время обучения, тогда у вас оценка, у вас предсказания будут очень, ну, скорее всего, будут плохие. И это будет очень плохое приближение того, что вы можете выучить на этом датасете, потому что если бы вот эта часть попала в тренировочную выборку, то вы бы делали предсказания лучше, а ваша метрика показывает там, что вы очень плохо предсказываете, и это не репрезентативно. Поэтому делают разные размешивания, берутся разные части и делают все предсказания по разным частям. И обучаются разные модели, и их результаты усредняются. Кому-то стало понятней, или может быть наоборот, я понятнее не знаю. А как именно производится вот это усреднение? То есть у нас подобрались какие-то коэффициенты у множества разных моделей, допустим, а потом мы их, типа, средние берем? Я не понял, что такое коэффициенты. Что вы имеете в виду под коэффициентами? Ну вот, например, если у нас, типа, линейная, мы подбираем регрессию, получается, тогда у нас уже получились какие-то коэффициенты линейные. А вы имеете в виду коэффициенты модели? Да, да. Да, да, смотрите, кросс-валидация, запомните, кросс-валидация – это не про обучение на модели. Кросс-валидация – это про понять результат, который мы можем получить с нашей выборкой при вот этом классе моделей. Вы правильно сказали, что во время кросс-валидации, вот, это то, что я двигаю, это как бы мы берем и вот эту часть сделаем валидационной. А все остальное – тренировочной. Смотрите, в кросс-валидации вы правильно сказали, мы обучим, допустим, у нас к частей, да, то есть к раз мы возьмем и поменяем вот это сочетание валидации и трейна, да, то есть пять раз, два, три, четыре, пять. И тогда у нас действительно получается пять моделей. У пяти моделей будет пять разных результатов работы, то есть пять раз разная акурсия. И пять раз действительно разные коэффициенты линейной модели. Линейный коэффициент линейной модели нас в этом, при кросс-валидации абсолютно не интересует. Мы хотим, мы просто возьмем и усредним метрику. То есть кросс-валидация – это не про обучение, кросс-валидация – это про понять, как наша модель может себя вести на вот это, на вот это, при вот таких данных. То есть это выбрать наиболее точную модель для наших данных? Нет, 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 это не выбрать наиболее точную модель, это понять, как вот этот класс моделей себя ведет. А, ну просто, типа, если нас этот класс показывает хуже там какую-то, то мы возьмем другой класс какой-то, попробуем. Смотрите, представьте, представьте, что у вас есть две модели, есть линейная регрессия, абсолютно неважно, как они работают, вам не нужно понимание сейчас. Представьте, есть два вида моделей. Вы думаете, сделать мне линейную регрессию или сделать мне KNN. Вы берете для каждого вида моделей, для линейной регрессии и для KNN, вы делаете кросс-валидацию на пять фолдов, да, это фолды называется, на раз, два, три, четыре, пять фолдов. Получили для каждой из двух моделей по пять значений, усреднили их, и видите, что, ага, линейная регрессия там в среднем показывает акрусию 60%, или 0,6%. А KNN показывает в среднем из пяти фолдов, в среднем из пяти KNN, у нас получается результат там 0,8%. Окей, давайте тогда финальную нашу модель, которую мы будем обучать уже на всем вот этом, без зеленой части, то есть уже не будет никакой валидации, мы просто обучим нашу модель на всем, что у нас есть, и отправим ее делать, ее предсказание уже на действительно новых данных. И все, и вы тогда примите решение, что если на кросс-валидации у вас в среднем KNN себя показал лучше, чем линейная регрессия, то тогда все вот эти данные, на всех этих данных вы уже для финальной вашей модели обучите KNN. То есть кросс-валидация – это не про обучить лучшую модель, это про репрезентативно оценить вообще, насколько какой-то вид моделей может себя показывать, как хорошо можешь себя показать при ваших данных. Так, есть еще вопросы? Если нет, я сейчас переключусь на семинар обратно. Окей, ну хорошо. Тогда будем считать, что вопросов нет. Хорошо. Так, скалерно мы посмотрели. Да, предопроводка данных. Давайте смотреть, как можно предопроводить данные. Есть какой-то датасет у нас. Давайте посмотрим, что за датасет. Да, вот на него ссылка. Не знаю, что это. Да, какой-то автомобилей. Датасет с какими-то значениями. В общем, да. Какой-то датасет. Неважно. Нам, в принципе, даже сейчас не нужно понимать пока что зачем. Что это за данные. Значит, есть данные, есть колонки. Хорошо. Скачиваем их с помощью пандуса, загружаем в наш датафрейм, получаем вот такие значения. То, что показывал, то, что вам говорил. Из этих значений тут просто в качестве, просто так выбрали, что пускай у нас целевое значение, которое мы хотим предсказывать, это 25-я колонка. Все. В таком случае берем просто из наших вот этих значений, берем y, то, что я вам раньше показывал, y делаем 25-й колонкой. И тогда это будет вот такой вектор. А x – это все, кроме 25-й колонки, потому что 25-я колонка – это целевая переменная. То есть x – это до 24-й, это какое-то описание машины с какими-то характеристиками ее. А y – это, ну, скорее всего, это цена какая-то. Скорее всего, по характеристикам хотим предсказать ее цену. Ну вот. И получаем, что у нас 205 машин, у которых есть… Сейчас. Прогоню, чтобы ничего не запуталось. У которых есть 26 колонок, с нулевой по 25-ю 26 колонок, где 25-я колонка – это целевая, это ее цена. Мы ее хотим предсказывать, поэтому ее засовываем в y. И наши машины – это все, кроме цены. То есть мы хотим по всему, кроме цены, предсказывать цену. Поэтому мы как бы избавляемся от 25-й колонки. И теперь наши x-row – это 25 признаков, а не 26, как было. Значит, в данных могут быть пропуски. Пропуски можно… С пропусками можно разбираться по-разному. Можно заполнять средним, можно заполнять модой, то есть с самым частым значением. Если очень мало, 205 в том примере – это что? 205 – это количество машин. То есть наша обучающая выборка – это 205 машин, у которых есть 25 характеристик. Я приводил пример про 100 людей с четырьмя характеристиками. Здесь 205 машин и 25 характеристик. Вот характеристики – это вот марка, какой тип мотора и так далее. Идем. Так, заполнять можно средними, медианами, с самым частым значением. Или можно вообще, если пропусков мало, то в принципе можно и просто избавиться от данных с пропусками. Если у вас там несколько миллионов датасет и несколько пропусков, может быть, вам будет удобнее просто избавиться от от этих пары пропущенных значений и просто избавиться от этих двух строчек. Значит, берем и… Короче, категориальные признаки – это какие-то словесные признаки, да? И поэтому, если помните с прошлого семинара про пандасу, они будут иметь тип значения object. То есть все, что строка какая-то – это… А, но мы уже преобразовали, поэтому он не видит. Это object. И тут у нас таких будет… Вот, видите? И тут у нас достаточно таких значений. И мы хотим выделить эти колонки, чтобы дальше с ними делать какие-то действия. Ну окей, выделяем. Смотрим, что… Возьмем… Сделаем такую маску, которая… по тем колонкам, у которых их тип значения – это объект, то есть строка. Теперь отдельно выделим все значения, у которых… Все колонки, у которых значения вещественные, то есть где у нас цифры и числа. Мы берем из нашего изначального датафрейма… Может, его как-то вывести, чтобы поудобнее было. Берем из нашего изначального датафрейма такие колонки, которые не в этой маске. То есть вот эта тильда, это называется штука, я не помню. Вот, но она как отрицание, в общем. Берем те, которые не категориальные. И все. И вот это интерфейс какой-то. Это, я так понимаю, из Escaler, да. Всполнение. Да, вот. Заполним средними просто, чтобы вручную не прописывать, не забирать там, где пропуски, вставь среднее. Просто воспользуем то, что за нас реализовано. Укажем, что хотим заполнять пустые значения именно средним. И все. И создадим новый датафрейм, который будет без пропущенных значений для реальных. То есть для численных. То есть все колонки, где численные значения есть в пропуске, мы сейчас заполним. Значит, видим, что в качестве данных передаем вот этот misreplacer. FitTransform делает то, что я описал. То есть просто вы передаете туда, данные, а он вам возвращает данные с уже заполненными пропусками по стратегии заполнения среднего. То есть просто заполняет для вас среднюю. И в качестве колонок передаем колонки, которые мы выделили, с реальными значениями, то есть с численными. И таким образом мы получаем под часть нашего датасета, в которой численные колонки уже без пропусков. И то же самое можем сделать с пустыми строками. Ну, что-то аналогично, не то же самое, потому что непонятно, что такое среднее по строке. Поэтому мы просто решили, заполним эти пропуски в категориальных столбцах пустой строкой. Допустим, так делаем. Заполнили. Берем колонки, которые категориальные. Берем из наших данных данные из категориальных колонок и заполняем пустые ячейки пустой строкой, чтобы там не было никаких нанов. Там пустая строка, теперь они нан. Это другой тип данных. Ну и все. И конкатинируем. То есть можно представить, что просто друг на друга вот так вот складываем наши колонки из вещественных значений без пропусков, наши колонки из категориальных значений без пропусков. И axis 1, мы показываем, что мы вот эти два датафрейма как бы не друг на друга сверху, а как бы сбоку их. Так соединяем. И получаем наш исходный датасет, но уже без пропусков. И в категориальных, и в вещественных колонках. Есть какие-то вопросы? По коду. Что тут произошло? Непонятно кому-то? А как вообще категориальные находятся? Находятся вот так. У нас категориальные, это значит, что строка. То есть не вещественное, что-то не число. Если не число, то строка. И строки в пандасе имеют тип данных, который называется object. И мы берем x-row, это наш исходный датафрейм, вот этот. И detypes, это обращается к колонкам и показывает каждая колонка, какой тип данных имеем. Мы видим, что действительно, вот вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая, неважно, это объекты. Если мы посмотрим, это действительно строки. Видите? Второй, по восьмой, это строки. И все, таким образом, мы получаем маску, то есть какой-то фильтр, который показывает, что какие значения, какие колонки нам интересны. Нам интересна вторая, по восьмой и так далее, потому что они true, а true они, потому что они объекты, то есть там строковые значения, то есть категориальные, то, что мы искали. Вот эта строка это делает. И потом мы, чтобы найти категориальные, чтобы именно не категориальные колонки взять, а значения этих категориальных колонок, мы берем, вот эту маску передаем, только сейчас, а, только columns, да. Вот. То есть мы выделили те колонки, которые имеют true, и эти колонки передали в, как бы, из нашего датасета взяли те колонки, которые имели тип object. Я все поняла, да, спасибо. Вот. Да, важная хорошая ремарка про то, что не всегда пропуски, это какая-то недоработка, да, то есть не всегда пропуск, это потому, что кто-то просто не заполнил, и так далее, пропуски могут нести в себе какой-то смысл. И у вас тут пример, предсказание возраста пользоваться по данным своего телефона, и хорошо подметили, что, например, для людей старшего возраста, они, точнее, сейчас, наверное, все больше переходит, но, тем не менее, можно представить, что люди, которым там больше семидесяти, да, менее вероятно используют какие-то смартфоны, и поэтому у них могут быть просто пропуски в истории посещенных интернет-страниц, потому что у них просто нет возможности посещать интернет-страницы. И это какой-то пропуск, который нам добавляет информацию вместо того, чтобы лишить нас какой-то информации, как это было бы вот здесь, например, да, то есть пропуск может еще и добавить информацию, и это нужно иметь в виду. Так, да, с нечисловыми признаками, значит, у нас большинство алгоритмов, большинство, наверное, там, кроме деревьев каких-нибудь, ждут от вас, что ваша матрица, то есть вот эта ваша матрица, x, будет хранить в себе только числа. То есть математику можно делать только с числами, подразумевать в этих алгоритмах, и для этого нам нужно придумать, как в число занести информацию, которая для нас занесена вот в этих буквах. Это можно сделать по-разному. Есть два основных типа, как это можно делать. Если у нас есть, если у нас есть какие-то данные там формата, пускай это будет город, да, Москва, Питер и так далее, то вы можете их просто пронумеровать. Типа там один, два, три, четыре, пять. Можете их пронумеровать, и просто для себя запомнить, что один это Москва, два это Питер и так далее. Но где-то это может быть не всегда оптимально, но это один способ, так можно делать, пожалуйста, пробуйте. Но таким образом, когда закладываете один, два, три, четыре, пять, вы как будто задаете какую-то иерархию, да, потому что пять это больше, чем один, один, два и так далее. Они сравнивают что-то больше, что-то меньше, и это может подкинуть, короче, это просто интуиция, какая-то евристика, и это может подкинуть какую-то неправильную информацию в нашей модели. То есть она может подумать, что там второй город, он лучше, потому что он больше, или что-то подобное. Особенно, когда у нас городов не три, как назвал я, а там тысячи. И тогда уже разница между единицей и тысячей какая-то существенная может принести какую-то информацию в модель, которую мы не хотим передавать. Для этого есть one-hot encoding, так называемый. Это encoding, который, смотрите, если у нас 10 городов, то, сделав one-hot encoding, мы добавляем себе 10 новых колонок, где каждая колонка как бы говорит, задает следующий вопрос. Допустим, это машина, допустим, это страны-производители. Говорит, задает следующий вопрос каждая колонка. Вот эта машина произведена вот в этой стране. Хотя тут давайте, three-twelve. Нет, непонятно. Ну, короче, да, добавляется 10 новых колонок, и говорится, как бы задается вопрос. Вот у этой строки такое значение, и потому что у нас всего 10 значений, 10 колонок. И вы можете представить, что если, допустим, вот в этой строчке было категориальное значение mpfi, чтобы это не значило, то здесь и будет единица, а у всех остальных девяти вариантов будет ноль. И это так называемый one-hot или dummy-кодирование. Понятно, как one-hot-кодирование работает? Кому непонятно, напишите минус, я еще раз объясню другим примером. Важная вещь, хорошо, чтобы представлено. Можно вопрос вот понятным вроде как, но например, если у нас 15 таких колонок, типа мы должны для всех такие строить? Если у нас 15 категориальных колонок, вы спрашиваете, да? Да, можно для всех сделать, но тут, в свою очередь, другая проблема возникает, да? Мы докидываем какую-то размерность нашей проблеме, которая может оказаться слишком большой. То есть мы, если у нас какая-то колонка, в которой там 10 уникальных значений, мы хотим ее закодировать, да? Это плюс 10 колонок. Потом еще другая, там 100. Это еще плюс 100 колонок. И прям вот так сходу это нельзя назвать чем-то плохим, но можно, мне кажется, догадаться, представить ситуацию, где мы добавляем слишком много колонок таким энкодингом, и это как-то не очень хорошо. Поэтому нужно смотреть специфично вашего датасета, специфично ваши задачи и смотреть, что как работает и думать, в общем, что логичнее, что здесь больше подходит. Потому что если вот тут у нас, видите, 20 колонок обычных с понятными значениями, если мы вдруг докинем 150 one-hot колонок, это что-то странное, что кажется какой-то не очень неразумный ход. И лучше придумать другое кодирование. А если у нас миллионы колонок, и мы one-hot кодирование сделаем, еще добавим еще те же 150, то разница уже совершенно другая, и действительно, возможно, так и надо сделать. То есть у вас каждая колонка, то есть мы взяли, и вот здесь каждую из категориальных фичей one-hot закодировали. То есть 15-я у нас была категориальная, тут видите, написано 15-я фича, и через нижнее подчеркивание каждое из уникальных значений, которое было там 3, 12, 2 и так далее. И то же самое для 17-й. В 17-й колонке были какие-то уникальные значения, и для каждого из этих уникальных значений мы добавили по колонке и ставим единицу там, в той колонке, уникальное значение из которой принимала вот эта 17-я фича. То есть тут сейчас, видите, в первой строке 17-я колонка mpfl значения. Здесь, если вы видите, у нас уже после даме кодирования, после one-hot кодирования у нас уже нет просто 17-й колонки, появилось много колонок, которые начинают с 17-й, и одно из значений это mpfl, и действительно видим, что у нас в значении mpfl 17 стоит единица, а во всех других вариантах 17-го стоит 0. И это то, что сделано здесь просто другим кодированием. И здесь теперь у нас числовое кодирование, теперь у нас числа. С этим модель может работать. Так, давайте продолжим. Если нет вопросов, признаки важно масштабировать, потому что эта логика такая же, как с порядком. То есть, если у вас есть год рождения, моей примитивной задачей предсказания роста, у вас есть год рождения, и он измеряется в тысячах, и есть возраст, и он измеряется в десятках, то это очень разные порядки. У нас дальше будет задача в KNN, и прямо будет видно, где это играет роль, но, опять же, вы можете представить, что 2000 это намного больше, чем там 20, и для модели, так как число большое, это значит, что больше информации, больше смещения сделай в сторону вот этого, вот этой фичи, потому что она в целом большее значение принимает. Вы потом, когда будете именно понимать, как работают какие-то линейные регрессии и так далее, да и сейчас с KNN мы это увидим, вы поймете, почему вот эта разница в масштабах играет роль, но она играет роль, и поэтому нужно привести все фичи к одному отрезку, ну или хотя бы, или плюс-минус их отмасштабировать, чтобы не было такой разницы, как там 2020. И можно делать несколькими способами, один из способов это minmax скейлер, и minmax скейлер, он делает так, что у вас все значения появляются в промежутке от нуля единицы. У minmax скейлера, давайте я вам формулу покажу, вот так он вычисляется, то есть вы берете значение колонки, вычитаете из него минимальное значение в той же колонке, и делите это на разницу между максимальным и минимальным значением. и таким образом у вас ваше новое значение будет в промежутке от нуля до единицы. И это то, что происходит вот, когда вы делаете minmax скейлер. Все, доставим процессинг, минmax скейлер, из этого нормалайзера сделали fit transform, так же, как у нас было в заполнении пропуска, тот же fit transform. Засовывайте туда ваши данные, он их нормализует согласно minmax скейлингу, и возвращает уже нормализованные даты. И вот новые значения, действительно, посмотрите, тут как бы от нуля до единицы все. можно делать масштабирование другим способом, не от нуля до единицы, а по-другому. Называется отстандартизовать данные, стандартизировать данные. Это что-то, что у вас наверняка у кого был сервер, статистика, это было сервер и статистика, соответственно, формула выглядит вот так. Мы вычитаем среднее чего это что такое? Вот. Да, это статистизация, то, что с minmax скейлингом, это нормализация. Мы берем наше значение в колонке, вычитаем из него среднее значение из этой колонки и делим на стандартное отклонение. И таким образом у нас тоже меняется масштаб. Масштаб меняется за счет среднего и стандартное отклонение берет в учет дисперсию, то есть берет в учет то, насколько у вас разные данные в этой колонке. Вот. И мы можем реализовать свой скейлер, то есть здесь мы использовали уже готовый minmax скейлер, а здесь мы хотим сделать тот, который я вам только что показывал, который вычитает среднее и делит на стандартное отклонение. Также две функции для нормалайзеров это функции fit transform, то есть вы передаете ваши данные, мы тут сначала считаем среднее, потом считаем по каждой колонке, среднее считается для каждой колонки, то есть если у нас 25 фичей, у нас получится 25 среднее, и для каждой колонки точно так же считается 25 сигм. И все, и transform это то, что та формула, которую я показывал, вы читаете среднее по колонкам, вы делите это на стандартное отклонение, и ваши данные теперь имеют другой вид. Давайте это на примере посмотрим. Хотим 20 объектов, 20 тренировочных объектов, 20 тест-объектов, и 4 фичи. Будем генерировать для этих значений, для этих фичей, значения от минус 5 до 5, и размер нашей выборки хотим количество объектов на количество фичей. Получаем 20 на 4 наш датасет, генерируем тестовый датасет, смотрим наши значения, 20 срок, 4 колонки, это наш датасет. Давайте теперь нашим написанным нами нормалайзером пройдемся по нему, то есть создаем наш нормалайзер, вызываем точку fit, передавая туда наши данные, получив данные, считается и внутри сохраняется в это self, сохраняется mu и sigma, и потом делаем для каждого тренировочного теста делаем transform, получаем наши данные и видите, что они отнормализованы, они лежат в одном промежутке, одного порядка во всяком случае, то есть нету вот этой разницы. Вот, так, тут понятно с этим стандартом, со стандартизацией, нормализацией, зачем это делается, в чем разница. Да, окей, хорошо. Да, так же, вот, короче, так же тут, как и вообще часто в машинном обучении работе с данными, нет такого, что можно сказать, вот, всегда используйте вот эту нормализацию, всегда используйте вот эту, вы просто пробуете одно, пробуете другое, иногда есть в этом логика, да, какую-то интуицию, можно развить когда-что лучше. Часто это просто давайте попробуем вот это, а давайте попробуем вот это. И чем больше вы будете изучать машинное обучение, тем больше вам станет понятно, почему нет однозначного ответа, но просто сейчас знаете, что можно это использовать, можно другое, пробуйте, что-то сработает лучше и отлично. давайте пройдемся по задачам так ну да, придемся давайте вот эти вопросы кто-нибудь мне ответит на них как в методе каплижерных соседей выполняется предсказание задачи классификации регрессии коротко можно голосом как угодно кто хочет ладно, давайте так просто кто помнит я сейчас все проговорю сам, но давайте честно кто помнит кто не помнит просто посмотреть статистику какую-то кто помнит напишите плюс как вот это все делается на все вопросы кто знает ответ не густо хорошо ладно ладно хорошо да давай стоит мне проговорить лучше смотрите как в методе каплижерных соседей выполняется предсказание задачи классификации регрессии каплижерных соседей просто из названия очень легко вспомнить должно быть что берется значение значит для классификации берется тот класс который наиболее частый среди ваших соседей сейчас проговорю что такое соседей для классификации берется значение класса который самый частый у ваших соседей из тренировочной выборки для регрессии берется средняя из целевой переменной то есть если у вас там вы предсказываете возраст а у вас три ближайших соседа это возраст там 21 22 23 то вы и у вас появляется какой-то новый объект который попадает вот к этим между этими тремя как бы эти три оказываются ближайшие и вам задают вопрос какой для него возраст вы берете возраста всех кто вокруг него ближайшие и по трем ближайшим соседям например по трем делайте предсказание что его средний возраст 22 гипотеза гипотеза компактности как раз это что-то что позволяет нам делать вот такие предсказания то есть позволяет нам брать соседей гипотеза просто по-простому она говорит о том что если объекты находятся рядом то и целевая переменная у них должна быть близкого значения если это регрессия это что-то близкое должно быть если это классификация что-то такое же то есть простейшая интуиция гипотеза компактности в том что объекты которые находятся рядом похожи вот и все а теперь какие функции расстояния можно использовать это как раз то что определяет ближайших соседей для вещественных признаков можно использовать расстояние обычное евклидовое расстояние или манхэттенное расстояние то есть сумма евклидовое это корень из квадрата разности хичей сейчас напишем у нас дальше в задачах это будет кто так сразу на слух не воспринимает ничего страшного сейчас будем все это расписывать для категориальных можно считать расстояние левенштейн это расстояние я предполагаю что это слово а ну хотя строковое для строковых категориально можно использовать расстояние левенштейна например да это расстояние которое говорит сколько операций нужно для того чтобы от одного слова прийти к другому где операция это сменить букву например да И, короче, можно использовать разные расстояния. Вы определяете, что вы хотите называть расстоянием. Главное, чтобы было логично. Главное, чтобы не просто с Луной. Давайте теперь перейдем к задачам. Задачи должны помочь разобраться во всех этих расстояниях. Да. Так, ребят, а вы вообще как, не устали? Я просто думал, что, короче, по мере усложнения материала, я бы делал в какой-то момент прерыв 10 минут на подышать, попить воды и вернуться. Вы как хотите? Вам так норм? Чтобы просто проветриться, потому что так легче. Короче, кто хочет перерыв плюс, кто не хочет перерыв минус. Давайте так. Тут просто задачки, и очень важно, чтобы вы поняли. Минус. Хотите пораньше закончить? Ладно, я понял. Хорошо, давайте, значит, не будем так делать. Значит, продолжаем просто хардкорно все подряд. Так, сейчас верну. Да, предпорожим решаем задачу классификации. У нас есть три класса. Предсказания делаем по двум признакам. Используем метод k ближайших соседей с k равным 3 и манхэттенской метрикой. У нас есть следующая обучающая выборка. И какие будут предсказания для нового объекта со значениями фичей 2 и минус 1? Кто-то хочет сказать, как решать задачу, как его решать, кто-то знает? Можно нарисовать как раз по признакам. Можно. Да, давайте. Я не знаю, как это сделать красиво. Давайте я... Сейчас. Давайте я сейчас заскриню. Открою. Открою. Будем писать с вами. Так, заскриню. Сейчас буду шарить экран. Экран видно? Да. Да, видно. Хорошо. Давайте попробуем. Так вот решать. Должно быть лучше. Так, надеюсь... Ну, вообще, буковки должно быть видно. Давайте пробуем. Значит, можно нарисовать действительно. Но... Но давайте не через рисование делать. Давайте. Потому что для того, чтобы... Если вы нарисуете, да? Вам придется как-то на глаз смотреть. С ближайших соседей. И на глаз не всегда понятно будет. Потому что я не уверен, что удобно визуализировать манхэттенскую метрику. То есть, что вы можете прям на глаз увидеть разницу манхэттенской метрики между двумя точками. Поэтому давайте попробуем как-то еще. То есть, очевидно, можно посчитать, да? Просто обычными расчетами это провести. Кто-то хочет алгоритм описать? Голосом. Просто... Да, давайте подумаем. Какой первый шаг? То есть, у нас K ближайших соседей. Ну, нужно найти ближайшее расстояние до всех точек от нашей. То есть, просто вычесть координаты попарно. Да, то есть, нужно... Да, все правильно. Нужно найти ближайших соседей и взять их значение. И взять как бы большинство из классов наших соседей. Для того, чтобы найти этих ближайших соседей, нам нужно для каждого объекта посчитать расстояние. И таким образом, наименьшее расстояние означает ближайший объект. Вот. И давайте считать. Давайте добавим колонку синим цветом. Distance. А как считается манхэттенская метрика? Что это за метрика такая? Мы читаем просто попарно координаты каждые. И по модуру с модуру. Да, вычитаем. То есть, для первого объекта это будет 1, минус 1, минус минус 1. Как будет? Ну, для первого получается расстояние 1. Ну, вот как манхэттенская метрика? Она берет модуль. Чего? Первый признак х минус первый признак первого элемента. На первой строке нет. Просто складывать модули. Так. Нам нужно сделать 2 минус 1. Да, да. Ну да, вот это. 2 минус 1. Да, и плюс. Ну, это все в модуле. И плюс. Минус 1, минус минус 1 тоже в модуле. 2 минус 1, минус 1. Вот это. Правильно? Только минус минус 1. То есть, там она занулилась на самом деле. Да, да, да. Моя ошибка. Да, правильно. Минус минус 1. По модуле считаем, и получается тут единица, тут 0. И получается расстояние единицы. Хорошо. Давайте вот тут 2 минус 2. Плюс. 2 минус минус 1. 1. Расстояние получается 0 плюс 3. 3 минус... Так, нет, стоп. Попадался. 3 минус 2. Нет, вот так еще давайте. 2 минус 3. Плюс. Блин, как я не последовательно делал. Я сначала... Да. Ладно, я не буду исправить. Давайте, я думаю, вы разберетесь. Потом берем вот этот, короче, что я делаю, это если кто-то вдруг не понимает. Я беру вот это значение, из него вычитаю вот этот признак, потом беру вот... И это в модуле. Потом беру вот это значение, из него вычитаю вот это значение. Таким образом получаю расстояние. Поэтому 2 минус 3 и 2 минус минус 1. Это получается 1 плюс 3. Это получается 4. Также 2 минус 1 плюс... 0 минус 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 1. Это получается 2. И, конечно, 2 минус 2 плюс минус 2 минус минус 1. Блин, очень непоследовательно, извиняюсь, надеюсь, никого не запутал. Это единица, тут 0. Единица. Единица. Так, и чего? И какой... Кто тебе скажет, какой ответ финальный? Вот мы посчитали расстояние. Ну, хочется сказать, что... Теперь мы используем 3 соседа. Правильно? Вот это наш первый сосед, потому что минимальное значение. Вот это наш второй сосед. Вот это наш третий сосед. У них классы 3, 3 и 1. И большинство из 3, 3 и 1, это как бы 3. Поэтому ответ 3. Да. В чат не могу спросить, но я надеюсь, было понятно. Давайте... Так, да, вот это я точно рисовать не буду. Спасибо. А, нет, кстати, какую-то интуицию я все-таки хочу. Давайте я вам нарисую. Смотрите, у кого-то есть предположения? Не заглядывайте, не заглядывайте. Ну, двух решений, пожалуйста, так неинтересно будет. Давайте подумаем просто. Полезно самому подумать, попытаться прийти к решению. Так лучше понимание складывается, чем если сразу ответ правильно знать. У вас вопрос визуализировать разделяющую поверхность между классами для следующей выборки. Давайте для следующей выборки... Я вам правильный ответ покажу, но давайте для простого случая. Вот. Первый объект. Допустим, у нас два объекта одного класса. И каждый из них разного класса. Как будет выглядеть разделяющая поверхность между ними? Ну, можно провести между ними прямую, разделить ее пополам и провести перпендикуляр, по сути, к этой прямой. Ну, прям ровно посередине. Прямую. И вот к ней теперь перпендикуляр. Пополам. Да, и здесь... И перпендикуляр. Да, это правильно. Да-да-да, это правильно. Это вот ровно то, что сейчас будет ваша визуализация. То есть разделяющая прямая вот такая будет. Где-то посерединке. И теперь можете представить, что если у нас, допустим, какая-нибудь вот здесь была бы еще красная точка, да, то сделали бы то же самое тут. И тогда у нас была бы разделяющая вот так вот какая-то, да, штука. И тогда наша разделяющая поверхность была бы вот такая. Разделяющая поверхность имеется в виду, что если у нас прилетает... И вот это, короче, то, что вы сейчас видите, это наша обучающая выборка, да, это наш X-Train. Разделяющая поверхность нужна для того, что, типа, если приходит X-Test какой-то, да, и, допустим, он попадает сюда, да, уже видно, что он получается синего класса, да, потому что он, ну, вот в этой разделяющей поверхности. То есть как бы мы все еще для него посчитаем ближайшего к соседей, ближайшего одного соседа, да. Это все я для К равно один рисовал. Ближайшего одного соседа и ближайший сосед вот в этой территории, это вот эта вот точка. Если попадает сюда, то вот эта точка. Вот, это то, что имеется в виду подразделяющей поверхностью. Да, и, ну, в общем, такая интуиция. Давайте посмотрим, как это выглядит для вот этого нашего датасета. Так, спокойно. Вот этого датасета нашего. Где там наш ядовский? Вот, получается вот такой, вот такая разделяющая поверхность, и логика, из-за которой она появляется, ровно та, которую мы сейчас с вами нарисовали. То есть видите, тут какие-то прямые получаются. В принципе, вот это даже похоже на то, что мы нарисовали, да. И это абсолютно тривиально распространяется на несколько классов. То есть тут было три класса, в моем простом примере два. Вот, это называется диаграмма Ворнова. Это просто диаграмма, которая как бы показывает ближайшую... Кстати, да, она это и показывает, ближайшую точку на каком-то пространстве. Так, тут понятно. Думаю, нет смысла разрисовывать. Логика ясна. Предположим, что мы решаем задачу регрессии по двум признакам. Используем этот каблишер FCSKR в манхенской метрике. Мы имеем следующую обращающую выводку. Какое будет предсказание объекта? Да, предсказание... Короче, да, это я думаю, вы все поняли. Мы так же, как и в первой задаче... То есть так же, как и... Вот тут вот. Так же, как вот здесь мы возьмем... Я просто не хочу произвести вычисления, они там за вас сделаны, все это увидите. Главное понять логику. Вот эти цифры, это все меняется. Вы так же считаете расстояние для каждого. У вас появится три ближайших соседа, вы увидите. И у них есть какие-то целевые значения, да? Вот эти, допустим, это не три класса, а три... Сейчас, давайте просто не считая расстояния. Сейчас, там совершенно не одинаковые. А, признаки одинаковые, да? Да, признаки одинаковые. Поэтому так же для нас ближайший будет вот этот. Вот этот и вот этот. Признаки вот эти одинаковые. Вот эти значения одинаковые, да? Поэтому и расстояния будут одинаковые. и поэтому ближайшие средства остаются те же. Но теперь у нас задача регрессии, то есть наше предсказание будет численным значением. И в случае регрессии мы берем не большинство, а берем просто среднее. Вот, берем среднее, и среднее это 3,3 на 3, это 1,1 нужно быть. Вот, и все. И таким образом, если у нас появляется какой-то, вот этот наш объект, то есть объект тот же, выборка та же, поэтому мы знаем, какие ближайшие, да? Для этого объекта 3 ближайших соседа, вот они. Мы берем их целевые значения и берем просто среднюю по ним. И говорим, что для объекта 2,1, целевое значение будет 1,1. методом 3 ближайших соседей с манхэттенской метрикой. Есть какие-то вопросы по логике решения вот этих задач? Мне кажется, вот эти задачки действительно хорошо прям показывают, что вот так работает КНН. Вот во вторую задачу, когда мы визуализировали, по какому принципу мы проводили, между какими-то объектами проводили, перпендикулярно по какому не проводили? Да, смотрите, тут свет обозначает класс. Значит, класс 1. Ну, короче, у нас тут 3 класса, да? Ну, давайте, я думаю, можете представить просто. Это первый класс, это второй. Ну, конечно, если у вас новый объект попадает куда-то сюда, или сюда, или сюда, он все еще второго класса. Поэтому нет там никакой разделяющей поверхности, потому что вот здесь везде ближайшие будут красными. Но как только что-то переходит вот сюда, здесь уже другой ближайший сосед, поэтому и объект будет синего цвета. И поэтому у нас есть действительно разделяющая поверхность, которая показывает, что слева ближайший красный, справа ближайший синий. Вот. В многомерном пространстве, когда у вас там сотни признаков, логика сохраняется. Логика точно такая же. Никакой диаграммы мы уже, конечно, даже примерно себе представить не можем, да, стомерное пространство. Но вот этот пример отлично показывает, короче, всю логику КНН, всю интуицию, что появляется какая-то разделяющая поверхность. А, кстати, сейчас, там еще один был хороший. А, он дальше будет. Да, все, извиняюсь. Короче, тут, надеюсь, по этим задачкам есть вопросы? Так, ребят, на 10 минут задержимся. Я надеюсь, нет никаких проблем ни у кого. Кто прям не может, конечно, идите, а потом в записи посмотрите. Но вот эти вопросы, это важно на них ответить. Да, давайте следующий вопрос. Следующий вопрос у нас. Каковы параметры, гиперпараметры метода КНН? Кто-то может ответить? Ну, число соседей, которое мы берем, например. Это что, параметр или гиперпараметр? Это, наверное, параметр. Так. Ну, хорошо, ладно, больше ответов нет. Давайте тогда. Вообще-то нет, в общем, это будет гиперпараметр. И разница основная в следующем. Гиперпараметр – это параметр, который необучаемый. То есть из-за того, что у вас не было еще обучаемого, то есть у вас не было какой-то регрессии, где вы могли бы увидеть обучаемый параметр. Наверное, сложно сходу ловить разницу, но если вы помните, я вам написал, что там линейная регрессия – это какой-то… Давайте опять экран поширю. В общем, да, короче, сейчас быстро разница в том, что гиперпараметр – это что-то, что вы выбираете просто… Вы просто говорите, как дизайнер, как инженер. Вы берете и говорите, вот этот гиперпараметр будет вот такой. И нет никакого способа как-то его обучить на данных. Например, гиперпараметр – это K. То есть вы не знаете, сколько соседей будет лучше в любом случае. Вы просто выбираете какое-то значение. Вы можете посмотреть, перебрать, обучить разные модели, посмотреть разные метрики и ручками поставить туда значение, которое вам кажется наиболее умным. А параметр – это что-то, что обучается автоматически. Например, потом у нас будут линейные регрессии, которые будут иметь какой-то вот такой вид. V1x1 плюс V2x2. Пускай будет x1 и x2. Где x1 – это… Вот мы берем, допустим, вот эту строчку. Вот это будет x1, вот это будет x2. То есть наш вектор x – это x1, x2. И линейная регрессия – это какая-то модель вот такого вида, что она берет первую фичу, домножает ее на какое-то число, берет вторую фичу, домножает на второе число, складывает их, добавляет какое-то смещение. Это называется bias. Потом обязательно подробнее все расскажем. Но пока, да, это просто какая-то модель вот такого вида. И в линейной регрессии у вас вот эти вот значения – это параметры. Это обучаемые параметры модели. Вы будете делать какую-то минимизацию, будете прогонять ваши данные, считать вот эти градиенты, может, слышали. И у вас вот эти значения автоматически выберутся лучшим образом. Это параметр. В KNN K вы выбираете, вы, как дизайнер, вы ставите K там 5, 6, 10, неважно. И поэтому это гиперпараметр. Также гиперпараметр – это, например, количество фолдов в кросс-валидации. То есть вы выбираете, сколько разных сочетаний вы хотите делать. Вот это какая-то будет кросс-валидация на трех фолдах. Возьмем вот такое, как валидация, вот такое. Вот такое – это тоже гиперпараметр. Понятная разница? Кому-то непонятно. Вот так вот, скорее всего. Непонятно, давайте вопрос. Понятно, но непонятно. Вот, например, если мы же тоже их с вами задаем? Нет, нет, нет. Да, я понимаю, короче. Сейчас, давайте посмотрим, может. Параметры, которые мы настраиваем в процессе обучения. В Тазигене нет такого обучения. Да, тут не очень удачный вопрос задается, потому что вы не проходили ничего, что, короче, параметр. Но поэтому сложно, может, интуицию поймать в ходу. Но, короче, представьте, что вы пытаетесь. У нас есть датасет, где не четыре, сколько тут признаков? Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять. Где не пять значений, да, а сотни тысяч и миллионы вот таких строк. И вам нужно подобрать V0, V1, V2 такие, чтобы они давали максимально близкие к реальным Y, да? Чтобы при умножении вот признаков на вот эти веса давались Y, которые максимально похожи на вот это, на вот эти. Представьте, как вы будете это руками делать. Это же, ну, это просто обычный перебор, и это, ну, руками это сделать никак нельзя. И не стоит. И для этого у вас, как раз, есть обучение. Вы обучитесь, как обучаться, вы потом увидите, все сразу станет ясно. Ну, в общем, обучитесь, и у вас оптимальные вот эти V1, V2, V0, V1 и V2 будут на основе данной. Пока что просто запомните таким образом. Гиперпараметр – что-то, что выбираете вы до начала обучения, а параметр – это что-то, что настроится автоматически за вас во время обучения. Пока что такой интуиции достаточно. Если какого-то понимания нет, ничего страшного. Либо спросите конкретный вопрос, если даже вопрос не можете сформулировать. Дальше интуиция появится, гарантированно вопрос несложный. Теперь, давайте, ладно, я это просто посмотрю. Какова динамика работы KNN при увеличении K? То есть, да, давайте, ладно, просто проговорю. Спрашивать не буду. Смотрите, представьте, что если вы делаете одного ближайшего соседа, то у вас выборка будет очень чувствительна к выбросам. То есть, если у вас, смотрите, вот, например, вот такой случай. Видите, вот тут в класс как бы оранжевый, тут видите, среди большого скопления треугольников, то есть оранжевого класса, есть пара точек синего класса. И как бы просто логически, как человек, вы должны посмотреть на это и увидеть, что это, скорее всего, что-то не так с данными. Скорее всего, какие-то выбросы. Нам не хочется вот такую разделяющую поверхность. Нам хочется, что если бы треугольник упал вот сюда, если у нас появляется какой-то новый объект, то мы сделали его классом треугольника, да, потому что у него вокруг, видите, все треугольники. Но, тем не менее, если мы выберем K, равное одному, то вот тут, видите, есть квадрат. И ближайший вот в этой области будет квадрат к нему. Поэтому все, кто попадают вот сюда, будут квадратами, потому что у них один ближайший сосед – квадрат. И поэтому очень чувствительно к выбросам. Аналогичное будет, если вот здесь вот, да, представьте, что вот здесь в обучающей выборке есть какой-то вот квадрат, и тогда у него будет какая-то область вокруг, где при попадании туда нового объекта, этот новый объект будет называться синим, будет называться квадратом. Хотя очевидно, что это находится на территории другого класса, на территории оранжевого класса, и этот объект был просто выбросом. И таким образом у нас, чем маленькая K, более чувствительно к выбросам. И вот тут, видите, по мере увеличения K, разделяющая поверхность становится более гладкой. То есть она наименее гладкая при K, равном одному, потому что у вас каждый малейший, короче, треугольничек, квадратик в другом, в другой стороне, все сразу начинает, короче, менять вот эту поверхность. Вот тут видите какие-то, ну, короче, да, я не могу это сказать никак более, как негладкая, никак лучше я не скажу, как негладкая поверхность. Вот. И вот видим, что по мере увеличения увеличиваем, увеличиваем, и при N равном 99 у нас довольно логичная поверхность, которая не идеально разделяет нашу тренировочную выборку. То есть, видите, у нас не идеально идет разделение. Но, тем не менее, она выглядит более логичной. Потому что вот здесь вот 99 ближайших соседов вот здесь, это вот оранжевые. И действительно, я бы, если бы как человек делил, то я бы, наверное, так и сделал. При этом, смотрите, при этом, короче, важно понять, что если вы сделаете количество соседей равное количеству элементов выборки, то у вас предсказание будет одинаковое для всех потенциальных следующих тестовых точек. Кто-то понимает, почему это происходит? Почему это так? То, что я сказал, почему это верно? Можешь повторить, пожалуйста. Смотрите, у меня следующее утверждение. Утверждение такое. Если у нас в выборке 100 точек, и к нам приходит какая-то 101, 102, 103, и я беру k равное 100, то для всех потенциально следующих приходящих объектов у меня будет константное предсказание. Предсказание не будет никак меняться. Ну, потому что мы берем, получается, все точки, которые у нас есть в обучающей выборке. И для них уже изначально выбираем, какая у нас преобладающая. Да, да, все правильно. И в чате правильно, и голосом правильно. Вот, все действительно так. В чате, извиняюсь, в задаче классификации мы действительно, если у нас 100 объектов, то у нас большинство одно будет всегда, если мы возьмем 100 соседей. Как ни крути, большинство не меняется. И точно так же, и поэтому мы будем предсказывать всегда один и тот же класс. И аналогичная ситуация с задачей регрессии. У нас 100 классов, если мы берем 100 объектов, если мы берем 100 ближайших соседей и считаем среднее по ним, то для нового объекта оно всегда будет одно и то же. То есть мы всегда берем 100, всегда 100 ближайших соседей будут одни и те же, потому что у нас просто больше нет точек. И среднее не будет меняться. И поэтому предсказание будет константное. Поэтому сильно завышать n тоже не нужно. Тут какое-то другое объяснение, видимо, какая-то другая логика, поэтому почитайте тоже по словам в ноутбуке, пройдитесь, может тут что-то более полезное у вас будет. И в целом, да, напишите, если чего. Почему при использовании KNN важно нормировать данные? Я не знаю, успели вы почитать или нет? Ладно, давайте просто пройдем сюда. Я так задержал. Да, это то, что я описывал ранее. Разница масштабов сильно повлияет. Представьте, например, мы считали манхэттенскую метрику. Представьте, что если бы у нас... Давайте еще раз зашерим экран. Представьте, что если у нас признак 1 будет не в единицах, а в тысячах, 2 тысячи, 3 тысячи, тысячи, 2 тысячи. А теперь, когда мы будем считать манхэттенское расстояние до точки вот этой нашей, точки 2.1, смотрите, как мы его считаем. Мы берем 2, там минус 1000, да, и плюс, вот это вот минус единица, минус единица, минус, минус единица. Вот это вот минус единица. Вот, и там получается, сколько это, 998, 0, 998. И да, дальше можно, я не буду считать, но, короче, пункт в следующем. Вы можете заметить, что большую часть расстояния, какую-то суперподавляющую часть расстояния, мы получаем именно с первого признака. И второй признак уже не вносит никакой информации. Хотя нам бы такого не хотелось. Нам хотелось бы, чтобы все признаки вносили равное, количество информации. Потому что вот эта 1000, она здесь преобладает в наших предсказаниях будущих, преобладает в определении расстояния, только потому, что здесь порядок другой. То есть это может быть, я не знаю, что бывает в тысячах. Вес какого-то элемента, я не знаю, это стоимость, я не знаю. Но, короче, да, у нас просто вес, не стоимость, количество. Не могу придумать. Да и неважно. Ладно, неважно, не могу придумать. Но, короче, суть, вы понимаете, что у нас может быть просто разный порядок. Например, наш год рождения измеряется в тысячах, да, но вот как в «Титанике», да, типа год рождения пускай будет тысяча какой-то, там, тысяча какой-то, а количество братьев-сестер, там, минус единицы не может быть, но, короче, в нулях, двойках и тройках, да. Но вот так интуитивно мы не можем сказать, что у нас даты рождения – это сильно более важный признак для определения похожести, чем количество там братьев-сестер. Но он будет сильно преобладать, если мы его не отнормируем, то он сильно будет преобладать в вычислении манхеттской метрики. И поэтому важно данные нормировать, чтобы они вносили одинаковый вклад, имели одинаковую важность. Да. Вот, надеюсь, понятно. С вот этой практической часть… О, давайте пройдемся уже две минуты принять задержку. Да. Смотрим, значит, Escaler, Pandas, NumPy, все, что нам знакомое. LoadDigits – это какая-то функция, которая подгрузит нам наш датасет из цифр. Это картинки рукописных цифр. Там девятка будет нарисована, семерка и так далее. Вот наш алгоритм. И функция, которая позволит нам перемешать данные. Значит, инициализируем наш алгоритм, передаем в него параметр n, потому что KNN хочет от нас увидеть, сколько ближайшей серии мы будем учитывать. Загружаем данные. В качестве X будут наши изображения. В качестве таргета будут непосредственно цифры. То есть X – это у нас какое-то изображение. Давайте я вам пробую визуализировать. Чтобы вы понимали, что это за датасет. Там буква T. Видите, и это как бы рукописный ноль. Мы взяли наш датасет. Это, видите, наш X – это 1797 картинок размером 8 на 8 пикселей. Мы взяли нулевую из этих картинок, и мы видим, это ноль. Тогда в качестве Y, в качестве того, что мы хотим предсказать по этой картинке, у нас будет ноль. Потому что это класс, да? Мы просто хотим по картинке знать, что там написано. Такая задача. Все, теперь мы не умеем работать пока что с картинками никак, кроме как вытянуть их в вектор. То есть теперь у нас будет не 1797 картинок 8 на 8, а как бы 1797 элементов. Размеры 64, да? То есть мы… А, не 64, 64. Просто выпрямим всю эту картинку. То есть возьмем первая строка, потом следующая строка, и так получится 64. Просто выпрямляем картинку. То, что происходит здесь. И размешиваем наши данные. Чтобы не было такого, что у нас сначала идут все нули, потом все единицы, мы просто их размешиваем и берем какую-то случайную… Да, случайную перестановку. Действительно видим, что у нас наши фичи – это 1797 картинок вытянутых 8 на 8, то есть 64. Таргет – это 1797 чисел, потому что для каждой картинки то, что мы хотим предсказывать, это просто число. И вот какую-то первые 10 штук таргета взяли, и это там класс 9, класс 0, 2 и так далее. Это просто визуализировать то, что у нас хранится в каждой переменной. Все, в train берем первые 700, в валидацию берем с 700 по 300, то есть в валидации у нас будет 600 элементов, и в тестовой берем все, что идет после этого. Обучаем классификатор. Как я и говорил, для того, чтобы обучить, вы просто делаете fit. Для того, чтобы предсказать, получить предсказания для наших тестовых данных, мы просто делаем predict. Точка CLF – это, если помните, наш Caneer's Neighbors CLF. Мы к нему написали точку fit, передавая туда данные и целевые переменные, делаем predict по нашим тестам и вычитаем accuracy. Accuracy – это количество тестовых лейблов, таких, что совпали с нашим predicted лейблом. То есть мы предсказали просто, смотрите, 497 цифр, и в тестовую выборку мы тоже брали 497 цифр. И мы просто берем и попарно сравниваем, типа совпало, не совпало, совпало, не совпало. И считаем на количество. То есть среднее делит просто, складывает все и делит на количество. Тут у нас получается единица, и поэтому это как раз получается акурс. То есть если у вас равно, то будет единица, мы складываем количество единиц, то есть количество правильно угаданных классов, и делим на количество всего элемента. Мы получаем акурс 97, и это очень хорошая метрика, потому что у нас 10 классов, если бы алгоритм выбирал случайно, то он бы выбирал с вероятностью 0.1, то есть вас угадать 0.1, я в курсе была бы 0.1, а тут 97, очень хорошо работает. На кросс-валидации, точнее не на кросс-валидации, на валидационной выборке мы можем выбрать какую-то k, то есть мы делаем все то же самое, что сделали здесь, просто делаем это все в цикле, где в цикле проходимся по разным k, и просто меняем вот эти k. То есть сначала перебираем k от 1 до 20, и делаем то же самое, делаем fit, делаем predict, получаем наши предсказанные выражения, и считаем accuracy для предсказанных значений. Выводим их, и если наша accuracy получилась лучше предыдущей accuracy, то есть мы запоминаем значение k как лучшее. И вот выводим с k единицы по 20, выводим в лучшее k, и видим, что у нас лучшая аккурация получается при k равном 1. И видим, что это действительно так, то есть 982, и нигде тут выше не поднимается. При k равном единице. Теперь посмотрим на на метрике наши для трейна валидации теста. И заметим, что, смотрите, сложно написано. Короче, что здесь происходит? У нас здесь цикл. Цикл делает три итерации. Первая итерация проходится по x-трейну и y-трейну. Использует x-трейн и y-трейн в качестве x-даты и y-даты. Вторая итерация валидационная. Третья итерация тестовая. И мы здесь вот обучили на тренировочных, на x-трейне, на y-трейне. И предикт в первой итерации, если увидите, то мы и предикт делаем на x-трейне. То есть мы пытаемся предсказать значения целевые для данных, которые наша модель уже видела во время обучения. То есть мы обучались на x-трейне и y-трейне и пытаемся предсказать по x-трейну во время первой итерации. И мы увидим, что в акрусе получается единица. То есть мы все идеально предсказываем. Но оно непонятно, потому что мы на этих же данных обучались. Модель это все уже видела. Никакой обобщающей способности мы по вот этой метрике не можем сказать. И это обмачиваем. И если вы увидите, то мы и дальше проходимся по валидационным. То есть в качестве x-дата на второй итерации цикла в качестве x-дата уже будет x-валидационным. И x-валидационный уже показывает другую метрику. Показывает метрику похуже. То же самое с x-тестами. И это говорит о том, что ни в коем случае не нужно оценивать работу своего алгоритма на тренировочной выборке. Потому что модель все это видела. Она просто это запомнила. Она все это знает. Общую способность вы никак не оцените. Общую способность нужно оценивать на тех данных, которые модель не видела. То есть тут мы видим, что модель обучалась на x-трейне. Поэтому на первой итерации, когда мы берем в качестве x-дата и x-трейн, он показывает один. Дальше результат хуже. Чтобы у вас... Все, последний пункт, ребят, последние две минуты. Поправку сделаю. Мне здесь не очень понятно, зачем был добавлен x-тест и в чем разница между x-валидационным и x-тестом. Здесь я этой разницы не вижу, здесь ее нет. Но традиционно x-валидационный называется... Сейчас я пытаюсь... По-моему, это что-то с генеральной выборкой и... Ну вот, да, сейчас я скажу. Значит, смотрите, я вот здесь рассказывал вам про кросс-валидацию. Во время кросс-валидации, вы помните, мы могли взять часть данных, для которых мы уже знаем ответ и сделать вид, что мы для них не знаем ответ. То есть не обучать нашу модель на вот этих данных, а оставить эти данные в качестве входных параметров, чтобы потом затестировать. Вот это называется валидационная выборка. А тестовая выборка это уже те данные, то есть тестовые данные, это те данные, для которых у вас нет таргета. То есть это данные, которые вам придут уже непосредственно реального времени работы модели. То есть это то, что вы будете предсказывать. То есть какая-то, я не знаю, как ее обозначить, какая-то, пускай будет фиолетовая часть. И никакого Y-теста нет для нее. Это называется тестом. То есть train – это то, на чем вы обучаетесь. Валидация – это та часть вашего датасета. Это все еще в вашем датасете. Вы все еще знаете правильный ответ. Это та часть валидации, это та часть вашего датасета, которую вы решили не показывать модели, и правильные ответы, для которых вы решили не показывать модели, чтобы потом узнать реальное, действительное качество. То есть то, что у нас было, я покажу, во время второй итерации. А тестом традиционно называется то, для чего вы даже не знаете ответа. То есть это что-то, на чем непосредственно ваша модель будет работать. Вы знаете иксы, потому что это люди, для которых вы будете что-то предсказывать, например. Но никакого Y-теста вы не знаете, потому что просто не дано. Вам приходит новый элемент, этот элемент вне вашей выборки, вы для него делаете честное предсказание по выученной модели. Никакого правильного ответа вы не знаете. Вот. Вот здесь это валидация. Вот это тест. Ой, вот это train. Я надеюсь, вы меня поняли, что здесь X и X валидация X-тест и Y валидация Y-тест. Они оба считаются валидацией, потому что мы все, и валидацию, и тест взяли со знанием правильных ответов. Поэтому здесь не запутайтесь. Если сейчас запутались, ничего страшного, ничего сложного нет. А может быть, вот что мы типа два раза проверили нашу модель? Да. Мы сделали... А, кстати, ну да, это не кросс-валидация, но да, мы два раза действительно проверили нашу модель на двух подвыборках валидационных. Вот. Так, ну все на этом. В принципе, спасибо, что до конца досидели. Надеюсь, полезно было. Вопросы какие-то есть сейчас? Такие, что сходу непонятно. Ну вот по поводу того, как мы задаем, какую метрику используем, то есть Манхэттенскую, например, либо Евклидову, мы это прописываем как гиперпараметр, да? Это, кстати, да, хорошее замечание, это действительно тоже гиперпараметр. Вы просто выбираете это. Это просто какой-то выбор дизайна вашего. Далее у вас будут длинные регрессии, и там будет разница между тем, чтобы выбирать вот эту по-координатную разницу в квадрате и абсолютную координатную разницу, но да, действительно, в КНН я не могу придумать сходу, почему бы всегда хотелось выбирать, допустим, Евклидову или всегда Манхэттенскую. Мне, если такое есть, то мне неочевидно, но мне кажется, такого и нет. Нужно смотреть, что лучше работает и да. Я понял, спасибо. Еще организационный вопрос, а вот все мы записываются, а где эти записи можно потом найти? На YouTube-канале, ПКН, ВШ, дистанционные занятия. я вкину ссылку в чат еще раз, там есть семинары, есть семинары всех групп, если вам вдруг что-то не нравится. Да, есть семинары разных групп, можете тоже походить, посмотреть, может кому-то где-то лучше объяснять. Вот. Да? И лекции там же записаны. Вот. Еще вопросы? Да, вроде все понятного. Спасибо, до свидания. Все, испанялся. Сейчас извиняюсь за задержку, надеюсь, было полезно. Увидимся в следующем семинаре. Всем удачи. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, Спасибо, до свидания.